Как зайти в безопасный режим на операционной системе Windows 11? Есть несколько способов для входа в безопасный режим. Если вы загрузились в операционную систему Windows 11, перейти в безопасный режим, нажав на меню «Пуск» правой клавиши, выбрать «Выполнить» и ввести «msconfig». И нажмем «Ок», переходим во вкладку «Загрузка», далее выбираем «Безопасный режим». Здесь можно выбрать несколько пунктов «Минимальная», «Другая оболочка», «Восстановление актив-директоры» или «Сеть». Мы выбираем «Минимальную» и просто нажмем «Ок». После этого нажмем «Перезагрузка». После перезагрузки мы вошли в безопасный режим. Чтобы выйти из безопасного режима, повторно нажимаем правой клавиши на меню «Пуск», «Выполнить», вводим команду «msconfig», «Ок». Далее переходим в «Загрузка» и убираем галочку «Безопасный режим». «Ок». «Перезагрузка». Если вы не можете войти в свою учетную запись, у вас находится пароль на учетной записи. Переходим на правый нижний угол, переходим во вкладку «Питание». Далее удерживаем клавишу «Shift» на клавиатуре и нажимаем «Перезагрузку». Клавишу «Shift» можно отпустить и нажимаем все равно «Перезагрузить». Открылась параметра восстановления системы в Windows 11. Переходим в «Поиск и устранение неисправности». Далее переходим в «Дополнительные параметры». «Параметры загрузки». «Перезагрузить». В параметрах загрузки ищем «Безопасный режим». Это клавиша F4, F5 или F6. Четвертый, пятый, шестой пункт отвечает за «Безопасный режим». Включить «Безопасный режим». Если вам нужен безопасный режим с сетевыми драйверами, то выбирайте пятый пункт. Если вам нужен безопасный режим с поддержкой командной строки, то выбирайте шестой пункт. Я клавишу F4 выбираю «Безопасный режим». Если у вас ноутбук и клавиша F4 и у вас ничего не происходит, нажмите клавишу Fn плюс F4 и таким образом вы запустите безопасный режим. Открыть «Безопасный режим» можно с помощью параметров. Открываем меню «Пуск», «Параметры». Далее выбираем «Система», опускаемся ниже, «Восстановление». Расширенные параметры запуска, «Перезагрузить сейчас», «Перезапустить». Переходим в «Поиски и устранение неисправностей», «Дополнительные параметры», «Параметры загрузки». «Перезагрузить». «Безопасный режим» находится в четвертой, пятой и шестой вкладке. Четвертый просто безопасный режим, пятый пункт с сетевыми драйверами, шестой пункт с командной строки. Я нажимаю на клавиатуре клавишу F4. Если ноутбук, нажмите клавишу Fn плюс F4, если вдруг не срабатывает клавиша F4. Если операционная система Windows 11 не запускается и невозможно загрузиться в Windows, а вам нужно перейти в безопасный режим, что в этом случае делать? Снизу есть такой пункт, как «Дополнительные параметры». Перейдя в «Дополнительные параметры», вы можете загрузиться в безопасный режим. Происходит какой-либо код ошибки или синий экран смерти, и все равно не грузится. В этом случае, при включении компьютера, когда появляется логотип запуска операционной системы Windows 11, в этом случае нужно принудительно выключить компьютер, удерживая клавишу питания, кнопку включения на компьютере на системном блоке, долгое нажатие кнопки питания на несколько секунд, и принудительно выключаем таким образом компьютер. Если ноутбук, так же удерживайте кнопку включения. После долгого удержания компьютер резко выключается. Можно с розетки отключить компьютер, просто выдернув с розетки кабель питания. После первого выключения повторно включаем компьютер, и так же долгим нажатием кнопкой включения выключаем компьютер. И на третий раз, когда вы включите компьютер, у вас появится надпись «Подготовка автоматического восстановления». Диагностика компьютера, автоматическое восстановление. Компьютер запущен некорректно. Выбираем дополнительные параметры, поиски и устранения неисправности, дополнительные параметры, параметры загрузки, перезагрузить. Выбираем безопасный режим, четвертый, пятый и шестой пункт. Я нажму клавишу F4 для запуска безопасного режима. Следующий способ входа в безопасный режим, если не загружается операционной системой вовсе, в этом случае вам нужно загрузиться с установочного диска или с установочной флешки с операционной системой Windows 11. В биосе выставляете первым загрузочным устройством флешку или диск с Windows. Далее появится окошко установки Windows. Здесь вы можете нажать клавишу Shift плюс F10. Таким образом вы вызываете командную строку. В некоторых случаях, если клавиша Shift плюс F10 не срабатывает, нажимаете клавишу Fn плюс Shift плюс F10. Это на ноутбуках в большинстве случаев. Если командная строка таким образом тоже не запускается, как запустить командную строку? Переходим далее. Выбираем восстановление системы. Поиски и устранения неисправности. Далее выбираем командную строку. Командная строка запустилась. Раскатку клавиатуры меняем на английскую с помощью клавиши Alt-Shift. Bcdedit Пробел Slash Set Пробел Кавычки Default Кавычки закрываются Пробел Save Boot Пробел Minimal Enter Теперь можно закрыть командную строку И выбрать продолжить выход и использование Windows 11. Извлекаете диск или флешку с Windows и загружаетесь с жесткого диска. Мы загрузились в безопасный режим. Чтобы выйти из безопасного режима, нужно нажать на меню PUSC правой клавиши, выполнить, пишите MS Config и ОК. Далее переходя во вкладку Загрузка, убираете галочку безопасный режим. ОК. Перезагрузка. Как добавить безопасный режим в меню загрузки, чтобы можно было выбирать загрузку в безопасном режиме. Пишем CMD. Выбираем командную строку, правой клавиши, запуск от имени администратора. Раскладку клавиатуры меняем на английскую. Нажав клавиши Alt Shift можете поменять. bcdedit, пробел, слэш, копий, пробел, кавычки, current, кавычки закрывается, пробел, слэш, д, пробел, кавычки, любое название. Давайте напишем безопасный режим и кавычки закроем. Enter. Пишем msconfig. Переходим во вкладку Загрузка. Выбираем безопасный режим, добавленную запись. Выставляем безопасный режим. Минимально. Здесь вы можете выбрать какой-либо из других пунктов. Можете поставить сеть, другая оболочка или восстановление активдиректора. Я выбираю минимальный режим. Далее выбрать Сделать эти параметры загрузки постоянными. Галочку выставляем. Теперь нажмем ОК. ОК. Закрываем командную строку и давайте перезагрузимся. Перезагрузка. И при включении компьютера у нас пошел отчет времени. Надпись Выберите операционную систему у нас в Windows 11 и безопасный режим. Мы можем загрузиться в операционную систему Windows 11 или перейти в безопасный режим. С помощью клавиш вы можете это выбрать или выбрать в курсор мыши. Безопасный режим. Или изменить значение по умолчанию или выбрать другие параметры. Допустим другие параметры. Здесь Вы можете изменить таймер, выбрать ОС по умолчанию или выбрать другие параметры. Допустим выбрать ОС по умолчанию. Вы здесь можете выбрать по умолчанию, чтобы выбирался безопасный режим. Возвращаемся назад. И первым вкладке у Вас безопасный режим по умолчанию выходит. Здесь Вы меняете таймер, можете увеличить 30 секунд, 5 секунд или 5 минут допустим можете поставить. Давайте загрузимся в безопасном режиме, нажмем безопасный режим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...